Как и обещал, за кадром раздал всем отличную броню, всем по своим навыкам стрелковое оружие, оружие ближнего боя. Раздал абсолютно все предметы уникальной роскоши. Получилось так, что очень сильно я всем настроение повысил в сравнении с тем, что было. Я потратил на это очень много времени, на самом деле. Каждому индивидуально подбирать оружие и броню, над этим я очень сильно заморочился. Итак, я уже подобрал группу, я готов был выходить на карту мира и топать. Ага, готов был я топать. У меня багажник еще. Багажник у меня еще оказывается, там что-то лежит. Причем нормально так лежит, хочу я сказать. Да, вот этот я, видимо, не учел момент, что у меня в багажнике может лежать еще хорошие вещи. Ну, комплект полицейской брони я не отдам, потому что я только тактический бронежилет жажду, так сказать. Патронки можно себе оставить вот так. Да, все остальное обратно надеваем. Улучшенных тактических бронежилетов немножко не хватает, но мы с этим справляемся без проблем. Так, еще у меня был вопрос. Вот у меня сейчас появился вакантный полицейский шлем. Надо будет сейчас кому-то вручить. Кому-то из боевых товарищей или Вику. Да, я даже дога одел как следует. Да, наверное, Вику отдадим. Вот. А тот, кто у нас ходит с байкерским шлемом, я поменяю на каску. Вот, например, при ссыле. Каска получше чуть-чуть байкерского шлема, поэтому, в общем, пользуемся. Группу я людей тоже уже назначил. Сейчас идем на военную базу, которая на севере у нас находится. Будем сейчас этих товарищей выкуривать из подвала. Причем туда мы поедем, наверное... Сейчас посмотрим, что у нас по бензину вообще. 59 галлонов. Я думаю... Сейчас мы посмотрим еще раз по людям, кто у нас в группе сейчас. В группе Рори, Крейг, Агра и Гиллиан. Кстати, они такие себе бойцы. Крейг, Агра, Гиллиан, да? Сейчас еще раз посмотрим, что я им, собственно, надел. А то на военной базе я нормально не повоюю. Гиллиан, Крейг, Агра. Так, Гиллиан, ближний бой. Агра, ближний бой. Крейг. Ну да, с арбалетом далеко не уйдешь на товарищей военных. А вблизи мы заколебемся их бить. Они нас просто расстреляют нахрен. Сейчас посмотрим по... И по возможности возьмем, наверное, персонажей, которые будут более к этому готовы. Например, взять Трое вместо... Вместо Гиллиан. Отправить ее там, не знаю, практику по стрельбе проходить. Потому что стреляет она, конечно, отвратно. И взять с собой, допустим, Трое, да? Тогда нужен еще один хороший стрелок, Крейг. Крейг мне не поможет. Грант тоже у нас товарищ ближнего боя. Джоэл вообще, в принципе, такой товарищ у нас. Не сильно много у него жизней, здоровья. Ладно, возьмем, наверное, самую боевую, старую гвардию. Крейга тоже мы отправим тренироваться. Возьмем Джоэла, возьмем товарища Пола вместо Агра. Надо ее только снять. Где-то она здесь была. Вот она. Да, пойдем немножко таким, получается, покоцанным составом. Сейчас еще раз проверим Их состав вооружений и того подобное. У Троя дробовик. У Джоэла Пистолет. У Пола Самый лучший в мире автомат. Добавим миллион патронов. Все, всем должно хватить, по идее. Еще я бы посмотрел по гранатам. Надо с собой обязательно какие-нибудь гранаты взять. Потому что в убежище там довольно-таки тесно. И гранатами раскидываться будет очень полезно. Полу мы ничего давать не будем, потому что он и так отличный у нас. Стрелок. Троя нервно-паралитический газ возьмем, чтобы был. И вообще мы сейчас туда поскачем, на эту военную базу, на... На лошадях, может быть. Ну, как бы чисто ради экономии бензина на разок. Вспомним, что такое доисторические путешествия наши. Так, стоп. А время-то опять... Опять восемнадцать. Ладно, будем надеяться, что... Нормально успеем там до часу ночи. Вернуться на базу. Да, вот таким вот покоцанным составом мы сюда пришли, но... Я все-таки надеюсь, что... Нам здесь слишком много труда не составит разобрать... Шесть наемников в подвале. Дальше. Ох... Гребен... Слышь. Гребен... Гребен... сколько я здесь дней не бывал но с тех пор я прокачался как следует поднял скиллуху так сказать и теперь мы можем показать зубы наемникам в этом подвале которые сидят а после поговорить с Виком по поводу убежищ как раз сохраняемся переходим в режим расстановки наших сил если я не ошибаюсь есть наемники как и здесь так и в том конце коридора поэтому сейчас мы будем немножко показывать магию в них Огвардса вот нельзя на самом деле их вот так вот расставлять потому что сейчас я получу гранату и все пойдет по одному месту великолепному но пока я никого не вижу но они здесь есть вот теперь я их увидел обычный баллистический бронежилет у товарища кстати я до него даже не достаю интересно подготовим гранату вместо вместо этого адреналинчика будем готово кидать здесь тоже самое кстати даже 4 гранаты взял ну ладно уж хрен с ним так сказать проехали здесь я все таки один раз выстрелю и отойду потому что он может подойти выстрелить вообще преспокойнейше вот он подошел и выстрелил как раз сейчас будем принимать еще вторую порцию наемников где-то они там с обратной стороны должны сейчас к нам прибежать вот например одного мы сейчас уронили нам дают сохраниться и вот еще наемники еще в количестве 6 штук то есть значит их здесь было больше а вот еще кто-то Джимми Бимми Джимми Бимми раз два три четыре пять шесть семь их уже семь кстати вот эти ребята реально со своими именами Ральф, Кларк Лэнс Карнов Бил Дэвид в общем эти ребята да серьезные серьезные вот сейчас мы будем их серьезно и надеюсь подбивать а наши ребята не скопытятся от того что к ним кинут гранату так не докидывает Джоэл склянку с кислотой очень маленькая дальность у него по факту пока будем выжидать смотреть что там будут нам предлагать оппоненты двое с ближним боем граната летит граната прилетела первая граната вторая граната стрелять начали раз два слезоточивый еще пошел так интересно раз два три четыре пять шесть семь уже семь то есть их здесь было восемь правильно по факту что мне нужно сделать по факту наверное мне нужно перезагрузиться потому что я в какой-то галимой ситуации нахожусь вот теперь здесь можно уже нет все таки нельзя да плохо плохо очень хорошо и точно гранаты кидают ребята мы постараемся от них не отставать будем как-нибудь их это подбивать стараться стараться оставим его здесь чтобы стреляли по нему а не по лежачим товарищам по крайней мере будем стараться чтобы было именно так ага полетела еще одна граната еще одна граната так одного ну почти уронили но почти не считается как бы да тут еще конечно будет большой вопрос сколько гранат сюда еще прилетит потому что лечиться теперь нужно абсолютно всем вообще минус джоел мой товарищ встает но у него понижены очки действия пропустим вперед пола дальше без паники подъем активируем и двойное время лечим джоела на себя уже не хватает к сожалению приходится нам отбегать так а сколько нам очков то добавили ладно сейчас посчитаем вот таким образом все вижу три раза по пять кстати склянку с кислотой уже можно кидать сюда и будет замечательный эффект даже кого-то уронили так опять джоел ходит замечательно хватит только на выслед да и перезарядиться и все да что-то я немножко перемудрил со своими силами очень сильно перемудрился своими силами сюда нужно идти очень сильно готовыми да и по возможности наверное даже забегать сюда как-нибудь наверное в комнату и отстреливаться что-то вроде такого предпринимать потому что здесь на открытых пространствах шансов очень мало я сейчас попробую так сделать мы забежим в комнату которая вот спереди по коридору справа справа и будем уже отталкиваться от этого этих двух нам нужно прям просто сейчас сносить ребят можно даже с ног так тут уже нас с ног сносят неприятно и почти всех убивают стрельба по своим дважды прикольно ничего не скажешь ладно раз уж такой сыр-бор попробуем их остановить кинем им туда гранатку и поднимем Джоэла поднимем так странно что у меня здесь пропали все мои бойцы типа все они уже списаны со щитов мертвые и тому подобное блин я не успел активировать способности своих бойцов видимо придется сейчас это делать если я выживу через ходик или нет а интересный момент у меня бойцы стали жить собственной жизнью то есть они то ли паники подались то ли они пойму чему в итоге я потерял над ними контроль и они сами по себе сейчас да абсолютно непонятную дичь творят ребята нас это не устраивает попробуем на одно сохранение раньше загрузиться нам нужно кровь из носу добежать до вот этого до вот этого помещения и уже там окопаться попробовать попробовать сражаться именно отсюда может у нас что-то и получится как бы сейчас через клавишу G попробуем все это дело организовать полы рори подальше встанут они будут простреливать вот этот весь коридор трой наверное сейчас пойдет немного потанкует сделает раскидочку гранат наверное как-то так если его быстро не заметят будет замечательно так вот двоих мы уже увидели он уже даже немножко принял на себя урон но мы были к этому готовы так что по нему даже мажут все отбегаем назад насколько это возможно и сидим здесь в надежде что нас это немножко доспасет пока еще сидим ждем ждем мы мы пока не видим что там происходит потому что у нас обзор закрыт но мы можем сделать шаг назад вот так вот и все станет сразу понятно что что здесь у нас два товарища оба в масках скорее все от газа это их спасет поэтому просто прячемся здесь и ждем их в надежде что они да вот так вот зайдут и мы сможем их немножко пострелять в них там видимо еще бойцы зашевелились услышали нас теперь уже можно делать какую-то раскидку гранат в ту сторону вот так вот и стрелять в надежде что у нас получится в надежде что у нас получится ну очки действия если хватит конечно конечно так здесь почти мертвый товарищ мы пятерка его добьем если получится не получилось все теперь получилось или нет вот теперь точно да тяжело раненого стреляем шажок вправо так пока больше никого не видим но это не значит что их нет вот он пришел еще один товарищ с ближним боем стреляем в него впритык может мы его даже уроним у дробовика вообще есть хороший шанс на на то чтобы уронить человека по 20% что ли так тут пока такая ситуация можно начать перезаряжаться начать перезаряжаться и ждать следующих гостей так вот видим еще одного человека его видит Джоэл то есть наверное по нему он сможет стрелять но это не точно опять перезаряжаемся ждем здесь стреляем в Ральфа наверное да двумя пульками замечательно теперь бы перезарядиться им было бы замечательно вдвойне а то и втройне нет ланса мы видим но стрелять мы по нему не можем можем только предполагать откуда может выстрелить он например вот отсюда сможет выстрелить мне кажется что возможно но пока мы это проверять не будем стрельнем в такого на разок попадем и попробуем сделать фортифай может быть это нам поднимет защиту именно я в принципе предполагал что он вот отсюда может выстрелить но это были только догадки на самом деле здесь два человека сейчас стоит без какой-то защиты то есть можно сейчас сюда кинуть вот эту вот гранатку уронить уронить себя нам чуть-чуть подойти там надо обзор будет нам получше понять так так ничего не видно так так тоже никак не простреливается да в такую ситуацию мы себя немножко загнали ладно пока ждем здесь у нас мы можем подходить на две клеточки стрелять наверное даже два раза и отходить так непонятная ситуация на самом деле то есть стрелять я пока ни по кому не могу потому что я никого не вижу в прицел по факту да все очень как-то плохо получилось с обзором но думаю как-нибудь мы это переживем придется немножко подождать сейчас эти ребята уже начнут потихоньку подниматься вот еще другие забегать поэтому здесь мы уже можем спокойно говорить вперед в поло гореть без паники и говорить двойное время чтобы подготовить наших ребят уже к жесткой осаде так как здесь уже становится примерно три человека и довольно жарко так одного уронили допустим так там уже начинает подниматься товарищ солдат военный наемник контрактник не знаю как их там и он палит по Джоэлу Джоэлу надо отодвигать на одну клеточку влево чтобы нам уже комфортно было перестреливаться с этими ребятами а то пока какая-то дичь трое справляется со своей работой в виде охранника на входе такого я даже смог одну пульку высадить переместимся на одну клеточку наверное а лучше наверное даже на две перезарядимся и подождем гостей прибегает чел с дубинкой прибегает еще один с дробовиком пора лечить Джоэла я уже понял так и появляется там еще третий персонаж у кого были эти гранаты по-моему как раз у товарища трое можем туда гранату спокойно кинуть нас правда зацепит я так понимаю в любом случае ну по крайней мере двое человек там упадут это будет нам только на руку по стрельбе я смогу спокойно практически стрелять по так почему я не могу Джоэла лечить в чем подвох мне кажется они опять запаниковали вот этот газ он видимо возможно как-то влияет на них не очень и даже я их теперь лечить не могу я надеюсь что эти ребята все-таки вернутся ко мне под контроль но пока они пока они лажают настолько вот прям вот настолько они вот лажают что Джоэл уже умер я как бы не считаю что это нормально поэтому мы опять загружаемся отсюда я понял что вот эти гранаты использовать нужно очень аккуратно если попадешь по своим то то будет бунт на корабле в общем да вот такая вот ситуация здесь получается не самое приятное но проходить это как-то надо определенно поэтому будем потеть стараться кряхтеть я не знаю пока все выглядит не очень здесь тоже переместим склятку с кислотой будем готовы ее кидать у нее радиус вроде чуть поменьше вообще по факту я бы наверное даже полу убрал на клеточку вправо а нашего дробашмена вот сюда бы поставил и мы бы хоть как-то перестреливались сейчас наверное этим и займемся пока вот так встанем потом просто полом передвинем вправо его и будем уже это как-то от этого отталкиваться у Рори немножко обзор стал затруднен но если что он подойдет на клеточку отойдет на клеточку проблем не будет я думаю там уже показываются вражины надо их потихоньку ронять так пока я все еще не могу кидать гранату туда но могу отстреливаться стараться по крайней мере так снайперка я все-таки до туда до хоть до кого-то достаю поэтому отлично стоим отлично стреляем нас в принципе все устраивает вот это нас конечно не устраивает но да вот это нас вообще категорически не устраивает нас всех расстреляли практически сейчас ход будет за мной я конечно встану наверное да скажу сразу своим товарищам подъем дополнительное время подъем затем вперед передвинем пола скажем двойное время без паники подойдем полечим пола и пока будем здесь стоять так как-то меня там подлагало на на вот этот ход как-то так получается что я походил четыре раза что было очень странно так одного уронили будем пытаться стрелять чуть дальше надеюсь сейчас его уроним почти ну почти не считается к сожалению да ситуация такая что мне сейчас придется моим персонажем лечить себя подбегать лечить Джоэла еще вдобавок да не факт что я еще и встану такая ситуация сейчас сюда конечно закинем гостинца попробуем этого тоже выстрелить ударить отбежать на клеточку так опять хожу я Джоэлом да тогда надо будет такого ронять стараться по крайней мере но мы пытались по крайней мере да гранаты это зло большое нас продолжают заставлять не ходить там уже Джоэла почти добили хватает у меня сил встать нам нужно будет сейчас подбежать к Джоэлу попробовать его подлечить это наш максимум что мы сейчас можем сделать вот так подняться Джоэл попытаться отстреливаться для этого нужно подойти один раз выстрелить отбежать к сожалению пока только так у нас еще пол встал наверное сейчас мы трое поднимем с помощью допинга зря залез в инвентарь ну ладно уже что сделано то сделано так опять пол ходит замечательно тогда можно наверное уже немножко пострелять перезарядим перезарядимся здесь тоже перезарядимся и пострелять здесь у нас больше не получится там вот эти ребята они в принципе они в принципе немножко перегораживают путь так да путь-то не перегораживает вот только по факту нам от этого сильно бонуса нет лечим трое лечим себя прямо сейчас тоже в этот же ход и будем надеяться что ситуация уже немножко поправилась и мы сможем и мы сможем так мне мешает кинуть гранату роре но я попробую сейчас сделать вот так возможно я там кого-то еще уронил но это не точно потому что тут обзор у меня затруднен я там много чего не вижу сейчас вот так сделаем поменяемся строим местами стрельнем поменяемся опять строим местами встанем назад блин джоэлом а нет не пропустил я ход джоэлом все замечательно там у нас чувачок с ракетницей мы просто будем его стоя с места стрелять и будем надеяться что мы ему будем урон делать а он нам не будет так по факту я вижу всего лишь два упавших человека их должно быть всего восемь человек как итог вообще довольно таки печально неприятный нам сейчас нужно будет ой как шевелиться шевелиться и стрелять и стрелять и стрелять и раскидываться гранатками и стрелять опять все в таком духе так джоел горит но всего лишь на 3 урона вход да упс придется перезаряжаться так появляется еще одна помеха в виде вот этого товарища сейчас я найду как с ним совладать мы встанем сюда будем его так вот вплотную месить кстати у нас будет вот такой какой-никакой прострел хороший распулька теперь в принципе не не будем прямо сейчас пола лечить стрелим в того тоже уронили замечательно уже минус 4 осталось 4 добили там еще одного чувачка по факту сейчас нам надо джоелом как-то полечиться иначе он упадет и боюсь что станет возможно не скоро поэтому просто подбежим сюда будем будем рядом с нашим товарищем лекарем так просто тратим силы на и патроны к сожалению на вот такие маневры что у нас здесь простреливается пол поменяется с джоелом местами там мы потом полечимся да здесь он не достает а вот таким образом он сможет это сделать без проблем в режиме бурст постреляем замечательно 50 очков урона то что нам нужно и наверное мы создадим третью линию вот таким образом так у нас 9 очков действий мы можем две клички подойти выстрелить и опять отойти джоела уронили к сожалению но так бывает так бывает поэтому наверное можно сказать что ничего страшного то не произошло поднимаем его сразу очков действий у меня еще хватит на выстрел хороший выстрел команда у меня по-моему все уже а нет команда вперед у меня откатилась я могу ее использовать на трое не видно пускай его вперед передвинем вот так будет замечательно видим там еще одного человечка тоже его будем очень ждать так что-то здесь он больше не стреляет ну ладно пускай допустим так что не сделает один сделает остальные грамотно распределяемся очками действия просто берем перезаряжаем оружие так человек с факелом забежал мы тут уже немножко горим подгораем так сказать патроны не жалеем стреляем сразу с критулей сразу его добиваем и Джоэл у нас уже поднимается замечательная новость делаем сразу фортификацию считаем количество тел раз два три четыре пять шесть значит еще двое где-то гуляют ждем их так все еще ждем их так есть еще один зашел великолепно так а добить я его не могу получается но могу кое-кого другого да нас выкинулось боя возможно но это не точно что мы всех побили раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь человек вижу да видел восемь человек итог какой мы подведем то что в открытой конфронтации у нас было не то что мало шансов а их вообще не было нас бы просто закидали гранатами во-первых ну и во-вторых нас бы просто уничтожили таким образом сейчас мы еще конечно поосторожничаем возьмем толстых персонажей проведем по вот этому подземному убежищу мало ли кто нам сейчас еще попадется неадекватный здесь запертые двери есть но их не так много я так вижу я хотел уже был отсюда сливаться так сказать а то как-то у меня здесь реально не зашло я немножко уже опечалился приуныл но стратегия все-таки здесь решает в первую очередь если ты готов если ты так сказать мыслишь стратегически то возможно с некоторой долей везения конечно же куда без нее все должно получиться без этого никуда без везения куча запертых дверей ну так как мы бьем по дверям и никто к нам больше не выходит предполагаю что здесь больше никого не осталось но эти ребята подлые они могут сидеть даже за запертыми дверями уже выучено не на одной локации что такая схема система была неприятная для нас так я так понимаю здесь офигеть курица сыр предметы роскоши еда еще еда даже рыба есть рыбу вообще по-моему в первый раз вижу ну ладно почти в первый раз но все равно здесь прям хорошее место чтобы все это полутать наверное этим мы сейчас и займемся а потом уже с военных будем снимать эти вот самые лучшие броники эти улучшенные тактические бронежилеты если они на них есть это будет великолепно будем стараться набирать отсюда все все да по весу видно что здесь немножко тяжко много на самом деле все это дело весит до 90 его вес критический здесь я по-моему уже все смотрел но это не точно смотрел и смотрел замечательно здесь я все облутал сюда я не заходил еще сюда сюда тоже 5 и 5 это 27 он по-моему может только 70 таскать да десятку он в принципе возьмет вот так возьмешь вот так десятку он возьмет максимум я сейчас много тоже не наберу что-то типа вот такого у нас получается можно будет сюда еще как минимум 1-2 раза зайти наверное ну самое важное самое главное что мы это все дело зачистили мы красавчики и наверное сюда таки придется приезжать на машине чтобы загружать и багажник и себя поэтому возвращаемся обратно на базу на своих хотел сказать двоих но нет у нас же лошадки возвращаемся на базу ночуем и думаем на машине мы сюда едем в следующий раз и глышом или нет я пока склоняюсь что все-таки сюда бы я поехал наверное одетым чтобы здесь еще какую-нибудь локацию залутать залутать на лечение на лечение наша фирменная острота лошадь но мы их точно не возьмем в следующий раз с собой с собой потому что потому что потому что все сложно они у нас они у нас побитые это во-первых во-вторых 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 на некоторых из них отвратительные статусы типа горения и тому подобного присутствуют ну плюс максимальное здоровье им не позволяет сейчас что-либо делать так мне надо будет разоружиться там какое-то количество веса присутствует в багажнике же правильно нет пустой видимо он был полон еды поэтому меня это не коснулось сделали еще одну винтовку хотя здесь написано один час очень странно окей может я что-то не понимаю а может быть я что-то и не понимаю кому-то надо дать вместо алюминиевой биты нормальной крикетную но по-моему не присылил присыла три силы вот у нас есть райан но у него по-моему тоже три силы мечиру тоже мало силы кто у нас с алюминиевой битой бегает так 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 стоп стоп боевые мачеты боевые мачеты это хуже гораздо чем ножик у нас от такого типа и так же у меня обстоит вопрос почему у лейна такая броня у остальных не такая броня очень странно я думал что всем все сделал успел по крайней мере еще плюс у нас новые щиты появились классные раздаем товарищам новые щиты это конечно вообще тема реально хорошо от баллистика защищают так тут у нас время позднее ни с кем общаться особо не будем не будем никому предметы роскоши раздавать потому что по-моему просто еды набрали хренову кучу да хренову кучу еды мы набрали у нас уже 4000 еды изменение морали уже не такой большой плюс но плюс это плюс как бы у нас очень много довольных союзников поэтому минус морали небольшой антибиотиков полно всех все устраивает топливо средненько агро хочет наесть задницу я ей ну как бы еды полно могу дать без проблем агро агро больше видимо нравится в грядках копаться может быть она будет счастлива там уже третий раз ё-моё ну допустим третий вариант бац фуловое здоровье наверно так и задумано же и так навыки 10 чё качаем механику бац мы уже нереальный механик затраты топлива при перед передвижение сокращаются на 50 процентов вот это мне нужно реально теперь я могу кататься теперь я могу кататься гораздо больше если 50 процентов 50 процентов там этот а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... По убежищам, по-моему, мы проверили все места, поэтому я могу подойти к Вику и сказать по поводу убежища. Что он мне ответит? Вообще интересно. Продолжение следует... Так, надеюсь, Вика расположили. Вика, надеюсь, расположили к себе. Настроение у народа больше нормальное и хорошее, что не может не радовать. Сейчас нужно снарядить хороших тяжеловесов в поход. Что-то типа, например, Аниты, я знаю, она много может с собой таскать. Также... Гранта взять с собой. Взять с собой пса, почему бы и нет. Оскара смотрителем назначим. Пол у нас на лечении, пускай так остается. По-моему, все уже назначены. То есть, Анита, я, Грант и Песик. РНМ можно на патроны кинуть. Это еще немножко топливо сожрет. Но это надо сделать. Патроны нужны. В остальном все более-менее назначены. Разобрались. Ни Джоэла, ни Троя, ни Пола не идет. Поэтому с этим все хорошо. Еще раз машину проверим. Должна быть заправлена полностью. Да, не нажимается, значит заправлена. И мы идем одетыми в убежище. Возвращаемся. Его все облутываем. Все убежище облутываем. И потом возвращаемся. Возможно возвращаемся, а возможно не возвращаемся. Кстати, топлива теперь реально очень... Ну, не очень мало потребляется, но... Довольно-таки... Довольно-таки мало. Там, если посмотреть, уменьшалось оно гораздо быстрее. Они-то у нас крикетной битой. Может быть, тоже тогда в ближний бой всем переоборудоваться? Да. И всех товарищей стрелок только я. Как это... Не печально. Опа! Ровно 80. Так, кроссовки не нужны. Тут все надо. Гранаты, мины. Кстати, граната вообще кайфовая. Реально. Еще граната хорошая. Тактический бронежилет берем, щит и каску. Здесь только патроны. Все остальное там не нужно было нам. Тоже оружие не самое полезное уже на этой стадии игры. Коктейль молотова можно взять. Адреналинчику. Еще адреналинчику. Здесь можно, наверное, все взять. Сколько они-то с собой таскает сотку. Так, хорошо. Что-то лишнее. Наверное, бинты и таблетки, да? Все остальное возьмешь? Не возьмешь. Грант у нас тоже сотку таскает. Хороших таких тяжеловесов я набрал. Фасоль. И еще еды набрать. Успокоин я там не стал брать. Он как бы ни к силу, ни к городу там вообще. Витамины хорошая вещь. Предмет роскоши. Так, ну здесь я все абсолютно подобрал. Здесь была куча еды. Да, здесь была куча еды. Все, остались только эти наши лежачие друзья. Так вот аккуратненько их залутать. Тактические бронежилеты можно нам не брать уже, потому что у нас есть полицейские броники. Тактические бронежилеты нам тоже не интересны. От слова совсем. Кстати, если так пойдет, то можно сказать, что фактически мы тут залутали все. А потом просто добрать вещей, которые просто сможем утащить, унести. Стальная ТОНФА. Выполненный заказ. Та-да-да. Контратака 100%. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Уникальный предмет. Берем, однако. Углепластиковая бита. Еще один уникальный предмет. Жесткая вещь, конечно. Кстати, весит всего полтора. На секундочку, алюминиевые биты. Как бы так не весят вообще. Да. Я прям настолько в шоке от таких штук. Веселых, что, наверное, даже... А нити бы ее дал, наверное. Так, ладно, здесь разобрались. Можем этот, как его, веса не добивать. Потому что здесь больше ничего полезного я для себя не найду. Мы лучше сходим, откроем какую-нибудь другую локацию. Сейчас пойдем скинем груз в машину. И поедем куда-нибудь дальше. Это здесь у меня рядом не было никаких... Открытых локаций нам придется потихонечку, полигонечку, шаг за шагом ехать и искать их вслепую. Нет, на самом деле очень классно. То, что мы нашли еще пару уникальных вещей, как бы... Реально добавляет уникальности игре и все такое прочее. Там те же самые гранаты. Восемь носителей информации. Целых восемь. Это же... На секундочку, это же вообще ого-го как... Так, собаку мы не занимали ничем, да? Окей. Так, миниатюра исследователь. Сейчас будем вот здесь вот немного по западу плутать. Искать что-нибудь. Искать что-нибудь. Серпент-стрит. Ну-ка, чуть-чуть выше. Еще одна Серпент-стрит. Но это не Серпент-стрит, мы же знаем, да? Да. Ладно, зайдем вот сюда. Это у нас что? Какая-то торговля? В любом случае, обозначу, когда узнаю, что это за локация на монтаже. А так очень сложно ориентироваться, конечно, когда две или три локации называются одинаково. Так, ну вообще выглядит локация приличной такой. Я бы даже сказал, большой. Большая локация. Как помню, стрелковое оружие у меня только у одного персонажа, у моего самого главного. Но... Как бы, я думаю, что это не проблема. Абсолютно. Защиты у моих персонажей полно, кроме собаки, естественно. Поэтому справимся. Наша сейчас самая главная задача. Пройдемся, полутаем всю внешку. Осмотрим. Ага. Собаку вижу. Навряд ли она добрая. Еще одну собаку вижу. Все, они на меня... Меня заметили, согрелись. Но, скорее всего, они меня, да, не прокусывают. У меня очень много брони. Вот там еще одна собака. Ее мы прекрасно видим. Она нас нет. Вообще, очень интересно, почему они облюбовали вот этот лагерь. Да, как бы. И вообще, на каком расстоянии собаки могут... Вот примерно на таком расстоянии собаки и видят нас. Так, а интересно, я могу отсюда ударить? Могу. На 123 урона. Немного топлива. Но, по факту, здесь такая, да, немножко мусорная локация. Парцы валяются, которых у меня уже там 1600, наверное. Абсолютно ненужный предмет. Стоп. Тут, оказывается, и зомби есть. Неплохо, да? Это тоже зомби. 5,5 галлона я не унесу. Унесу 3,5, наверное. Даже еще чуть-чуть могу. Еще 2,5. И еще 2,5 тоже могу. Вот так. Себя загрузили. Они-то загрузили. Перед зомби сейчас спаримся, чтобы он сам к нам подошел. Так, на той стороне дороги их там... Вот здесь один, здесь трое вроде еще стоят. Нормально, в общем. Локация, на первый взгляд, без сюрпризов. Там дальше видно сейчас будет. Что нас ждет? Так, собака скулит внутрь. Значит, внутри у нас, возможно, гости. Какого рода неизвестно. Возможно, просто мертвяки. Очень много тратим просто на то, чтобы дойти. За нокдаунем зомби? Получилось. Просто продолжаем осматривать территории. Здесь пока особо ничего лутать не будем. Сейчас бы я еще раз посмотрел бы у каждого персонажа. Баллистик резист и на данный момент от укуса, насколько они защищены. Так, на укус 45, огнестрельному 45. Это мой персонаж. 30 прокусывания, 50 огнестрельному Анита. Грант 60, огнестрельному 30 прокусыванию. В общем, да. У каждого теперь немножко даже, можно сказать, своя специализация. Здесь осмотрелись. Замечательно. Перейдем на ту сторону улицы. Пойдем пока вот там, вдоль забора. Сейчас не так быстро, чуть помедленнее. Собака не успевает. Надо справиться сначала с этими зомбиками, которые спереди торчат. Вот прям вот, вот здесь они. Сзади подойдем, пару раз ударим и все. Пока нас не заметили. Твердка и палки. Бесполезный набор. Еще один бесполезный набор. Патроны. Хороший набор. Нравится мне. Вот так берешь, в две клеточки подходишь и все. Можно так сшибать кого угодно. Так, это, видимо, какой-то прям совсем грузовик первой помощи, можно сказать. Много еды. Такой, правда, сушеный, там все такое прочее. Как его можно отнести к консервированной? Правильно, если она даже вяленая, это можно сказать, что она консервированная. Так, а здесь у нас выжившие. И вот это для меня уже новость, конечно. Раз и два. Замечательно. Мечется, 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 мечется. А выстрелить забыл. Но нам это только на руку. Такая локация немножко первоначально напоминает, потому что здесь персонажи, ну, какие-то они не опасные. Прямо не могу сказать, что я сейчас очень сильно напрягся. Очень сильно напрягся только из-за того, что здесь вот эти вот агрессивные лутеры. Мы их сразу зафармим. Так, зайдем в соседнюю. Тут у нас есть кто? Никого. Но собака-то на кого-то скулила, просто так она не может скулить. Опа! Это... Краулинг-зомби. В принципе, неважно, там они вдвоем справятся. Один раз подойти, два раза ударить, и все. Ну, так, чтобы прям сюрпризов не было, поэтому и стоит заходить в каждую... В каждое помещение с дверью и без. Чтоб потом чувствовать себя в безопасности, в полной. ไดаться... Вот. Ой! 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 ну катана по мертвецам если честно бьет как бы я думал что все таки она будет жарить не дай боже она пока ну так уровень науки моих персонажей такой себе поэтому будем врываться с криками с воплями сирен все такое прочее почему поставим по своим персонажем так и хочется взять что-нибудь именно своим персонажем так ну целых три клетки подойти к сожалению придется потратить но биты для крикета по зомбарям бьет очень надежно как обычно в мусоре ничего полезного здесь ничего полезного тоже не видим так вот пробегаясь тоже ничего не видим хорошего теперь настало время немножко пошуметь зомби здесь где то есть на карте еще присутствует по полоске это было видно он может быть как здесь внутри так и вот в этом домике сигнализации так и вероятнее всего вот в одном из этих вот трех номеров если это номера хорошие химикаты мне нравится все залетаем вот сюда сейчас говорим зомби вечер хату неуязвимая дверь ее никак не открыть ну как бы и ладно не очень-то и хотелось а вот у нас здесь еще парочка зомби в наличии не будем пока заходить наверно подождем где-нибудь здесь наружи чтобы комфортно их в четыре руки и бить так а чё она там застряла и завывает теперь интересный мув типа допустим я могу вот так собакой кусать три раза и отбегать и все и ничего мне за это не будет даже и могу просто три клеточки ходить отбегать и опять уходить собака сегодня на расхват выполняет за семерых всю работу так баллончик не нужен я помню им не шокером не пользовался ни разу не сигнальной ракетой тоже ни разу не пользовался типа кому они нужны вообще по факту никому передняя дверь на 40 задняя на 30 будем взламывать ее и активировать сигнализацию естественно по-другому никак и будем ждать в доме гостей они наверняка сейчас сюда придут хотя шумит не так громко на самом деле не на красной отметке а вон было на красной отметке чуть-чуть вот сейчас я пошумел до красной отметки возможно кто-то да придет вот идет один его мы сразу сейчас и примем зайдем еще сзади посмотрим не толпятся ли тут кто-нибудь еще вроде нет замечательно тогда можно потихоньку облутывать домики чем мы и займемся естественно только самые полезные вещи типа вот здесь только фонарик хороший здесь все здесь тоже все на самом деле вот это разделение на полезные неполезные вещи как бы довольно довольно решает потому что ну нахрена там столько автоматов в убежище если пользоваться ими будет буквально две калеки и то потому что мы не можем позволить себе много патронов как бы по факту все именно так я вспомнил что у они это очень большая механика поэтому можно ей дать отмычку но на этой карте уже отмычки не понадобится тут уже все взломано что надо что не надо ой сколько тут мусора то по факту и петарду можно было не брать но ладно уж хрен с ним так но это последнее помещение сейчас будет лута мало на самом деле но локация есть локация ничего с этим не поделаешь 7 рулонов туалетной бумаги нормальная тема ну и достаточно набрали медикаментов у нас там в убежище можно будет целый город обвязать на самом деле настолько много у нас там медикаментов возможно не то сейчас дозабьет эту дозабьет убежь багажник убежище блин убежище невозможно дозабить там уже четыре тысячи наверно фунтов веса или пудов ну или что там какой то там мир веса в общем так все 05 и 05 и все больше ничего не влезет ладно запомнили так ну раз мы эту локацию открыли на нее мы конечно же ехать не будем поедем чуть левее еще колман но вряд ли это колман еще чуть левее поедем еще поедем квартал похоже рядом кто то есть у меня это не интересно еще дальше едем еще прям самый угол прям самый угол сейчас как поедем но здесь вроде уже больше я бы с радостью на нее зашел но не этим составом лиц дикие помидоры кардиологическая клиника кстати уже интереснее можно на нее зайти да это как небольшая одноэтажная можно если ее назвать районная больница выглядит довольно мило особенно вот с этим трупом у входа который за сердце держится здесь сейчас может быть все что угодно от рейдеров до просто простой зомбятни на локации пока аккуратненько идем высматриваем все это дело подойдем чуть ближе пока пусто обойдем сзади сзади там гараж запертый в наличии обычно что мне подсказывает когда довольно таки пустая локация а еще мало зомби на локации так вот вижу песик у меня уже что-то унюхал значит вероятнее всего здесь будут какие-нибудь рейдеры военные лутеры всякая такая в общем всякие такие не самые приятные личности поэтому пока походим облутаем снаружи так особо не парись да 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 собака я понимаю что там кто-то есть но пока не торопи меня если надо я вам просто в закрытую дверь постучу они сами выйдут куда мне надо или вот наверно в закрытый ворот я бы лучше постучал и посмотрел бы за реакцией сейчас наверно так и сделаем почему бы и нет да как бы собака пролаяла в трех местах здесь здесь и здесь ну как пролаяла порычала да значит допускаем такой вариант что именно здесь нас ждут сюрпризы итак стучимся раз стучимся сразу два нам сразу показывают что здесь есть военные у нас какие-то артефакты там появлялись в виде катан видим там военных идут в нашу сторону уже не идут на самом деле нам с ними драться будет будет как минимум забавно на самом деле так как стрелок один только я остальным придется танковать они то гранат я понимаю еще более менее к этому приспособлены но бедный пес я боюсь что его я боюсь что его не хватит вот прямо здесь я вижу сейчас еще одного солдата мы можем начать замес прямо здесь а потом остальные военные сюда подтянутся через вот этот вход или сзади но мы уже знаем что их там около четырех штук то есть если их будет слишком много мы эту локацию наверное не вывезем но будем пытаться в общем пробуем их тут около пяти штук не меньше не меньше пяти медик сразу себя решил полечить дважды причем видимо я нормальному там плюхи залетели так там уже появляются солдаты попроще нужно будет обязательно следить еще за спиной чтобы нас слишком сильно не удивили здесь займем позицию там что у нас охотничья двухстволка ну так такие бедные какие-то наемники солдаты в общем будем их встречать в лобовой атаке примерно ладно на самом деле я не уверен если они кинут гранату мне будет неприятно поэтому мы максимально сейчас разведем их по сторонам наших человечков будем готовы отбивать любую атаку одну уронили замечательно все еще внимательно посматриваем назад так потихоньку подходят это видно да да здесь двухстволки есть гранаты слезоточивые тоже в наличии я даже не знаю какая какой сейчас будет шанс на попадение вообще у этих ребят поэтому я их тоже наверное сейчас облагорожу гранаткой вот сюда ее кину как они ко мне так и я к ним нормально еще и подвинули товарища стреляем в ближайшего ну собака его добьет так что-то внезапно патроны закончились там начинают стрелять в ага там у нас товарища с двумя автоматами честно я не помню что у нас там в инвентаре но гранаты по-моему черт гранаты все в багажнике если я не ошибаюсь мне уже нужно будет прямо сейчас активировать способность моего капитана адмирала чтобы были дополнительные действия иначе мы можем это не вывести все будет конечно зависеть от того там вот как вот эти статусы пропадут у меня по крайней мере статусы пропадут у них вот как то так и насколько мы будем успешны в атаках одного уронили до других пока не добежали зомби в наличии где-то здесь уже тоже будет он потихоньку к нам подкрадываться опять забыл активировать способность своего командира он пытался кинуть гранату в нас но попал в своих в принципе мне это устраивает как нельзя лучше лучше как бы не придумаешь по факту собакой особо рисковать не будем ой сколько там военных то а я с оружием ближнего боя тут буду их это тыкать на 20 урона да каждый ход очень смешно очень смешно ребята очень смешно так активируем способность вперед на на блин даже не знаю на кого на гранта наверное чтобы ему тоже отбежать нужно как бы в любом случае без паники активируем и надо двойное время пока наверное подождем эти ребята еще не до конца подошли чтобы мы нормально активировали время их и почикали как следует криты работают однако вполне себе успешно так его добивать мы наверное не будем отбежим чтобы с линии огня убраться по мне стреляют неприятно и больно такого парня нам надо добить почти добили тут можно наверное добраться до сюда на разок ударить товарищи этот слепой оглушенный я думаю даже не попадет да сколько бы он не стрелял с этими статусами очень сложно попасть по факту по человеку его мы трогать не будем постреляем в дальних потому что этого может добить даже собака ну на самом деле собаку уже как-то сильно по чикали наверное придется сейчас уже лечить ее анитой подбежим к ней так военные все еще в наличии ходят к нам еще сзади подкрадываются неожиданным визитом двое я думал будет все таки попроще а тут оказывается вот так нас встречают вот так нас встречают это наша Анита она выглядит как вот этот военный вот реально один в один полечим собаку подготовимся занимать заднюю оборонительную позицию наверное вот здесь а грант с песиком будут впереди помогать мне отстреливать этих всех товарищей добиваем ближнего стреляем в дальних кстати вот этот почти мертвый но он мне загораживает обзор так поэтому пока пока что так давайте ребята мажьте побольше плохо все плохо такого добить надо да у них вон сколько жетонов сколько носителей информации вообще ужас ужас пса наверное тоже сейчас будем подготавливать к к задним ребятам там правда с пистолетом они особо пробивать нас не будут но все равно неприятно мне бы по факту тоже бы уже подлечиться но я думаю что я выстою я крепкий я выстою поэтому гранта можно уже наверное посылать сюда аниту посылать тоже туда наверное сложный сложный выбор сложный ладно тоже аниту сюда пошлем у нас даже патроны закончились мы сейчас пока перезарядимся пока еще на клеточку отойдем посмотрим на наши команды активируем двойное время кстати потому что уже пора бы как бы сейчас двойное время думаю большую роль зарешает какие же они точные как же далеко они стреляют я удивляюсь вообще реально удивлен мне сейчас придется тратить еще на лечение так вот пес упал теперь на лечение пса придется тратить очки действия или пса а эх ну я пытался по крайней мере пробуем поднять пса у нас еще две клеточки удар будет да вот так вот Таким образом работаем. Зомби, непонятно где, но где-то они определенно есть. Лечим себя на 4 клеточки. Отходим на 3. Нет, даже, наверное, на 2. И стреляем по почти мертвым товарищам, вон тем. Можно, наверное, еще даже отойти на клеточку. Сложный, сложный выбор, конечно. Любой выбор может тут стать последним. Для того или иного персонажа. Опять пса застрелили. Что-то мне кажется, что мы точно здесь кого-то да потеряем. Может быть, это даже и пес будет. Очень слабо бьем. Вот, да реально, вот панику Аниты. Мне еще паники Аниты не хватало. Активируем. Нет, не активируем без паники. У меня есть, если что, подъем. Есть еще вперед. Вперед попробуем пропустить. Гранта. Ему бы добить. Одного, двух персонажей. Каких-нибудь. Да. И здесь поможем. Выстрелим в такого, потому что он почти мертвый. Нам сейчас нужно как можно больше персонажей уронить, чтобы нам было более-менее комфортно вообще драться, сражаться и прочее. Вот сюда, если я подойду, я отрежу ей путь, и она может только вперед бежать или... Или не бежать, да? Ха-ха-ха. Так, еще один пистолет-пулеметчик. Этот бронированный парень. Анита все еще убегает. Подтягиваются зомбаки. Нужно будет мне сейчас активировать подъем и собакой максимально быстро убегать из этой зоны. Потому что другого варианта я пока не вижу. как нам здесь разобраться. С собакой добежать до Аниты. Да, наверное, как-то так. С собакой добежать до Аниты и... И ждать, пока Анита будет доступна для... Того, чтобы полечить собаку. Все просто и одновременно сложно. Здесь больше крит, поэтому стреляем по-ближнему. Так, у собаки 7 хиточков, и она перестала ходить. Почему? Опять уронили. Ее, наверное, добьют сейчас, да? Ну, практически. Так, что я могу сделать? Могу подбежать к собаке, вколоть в нее адреналин. Что я, наверное, и сделаю. И ударить его же, да? 8 очков урона. Это очень слабо. Здесь мы подойдем на 5 клеточек сюда и полечимся. 25 очков в жизни восстанавливать, это, конечно, вообще убого. А еще более убого, это если зомби начнут жрать вот этих людей, это будет вообще катастрофа, катастрофическая. Да. Задумался я. Наверное, подбегу на 3 клеточки. И даже не на 3 клеточки, на 5 клеточек вот сюда выстрелю в этого парня. Вот так сначала сделаю. Уроню его. Подбегу сюда. В следующем ходу буду перезаряжаться и думать уже над дальнейшей стратегией. Собаку опять уронили. Вторым выстрелом в меня. Вот этот парень с дробовиком продолжает ронять зомби. Мне это очень нравится. Грант. Грант у нас на добивке будет. Надо такого добить. И идти на этих ребят. Анита этим чуть попозже займется. Она пока что сделает вот такой ход. Потому что нам надо этих мертвых добивать, чтобы их не сожрали. Ой-ой-ой, а там у нас еще один товарищ появился. Да-да-да-да-да. Сейчас так все и будет. Сейчас так все и будет. Это плохо. Зомби сожрет этого. Этот сожрет этого. Этот сожрет этого. И будет снежный ком. Я уже, наверное, с этим ничего не поделаю. Нас будут ждать бронированные зомби походу. Я могу разве что отойти на более удобное расстояние для меня. Попытаться отстреливаться отсюда. Собаку, кстати, опять уронили. Теперь в Гранта стреляет еще вдобавок. Но он вроде как довольно-таки бронированный парень. Должен справиться. А может быть и нет. Ладно, в любом случае мы, наверное, нападем на вот эту дамочку с ножом. Слэшем. Ее обработаем. Здесь опять подкрадываемся к псу. Готовясь его лечить. Следим за зомби. Да, там один съеден. Сейчас он восстанет. Зомби пошел к следующему сразу. У нас сразу становится выбор. Нам нужно, во-первых, убивать зомби. Во-вторых, убивать людей. И, наверное, я даже сейчас больше склоняюсь к тому, что мне нужно вот этих вот товарищей убивать по-быстренькому, чтобы их не сожрали. Хоть это и неприятно делать, потому что в первую очередь меня больше беспокоят люди, чем зомби. Зомби – это такой побочный продукт. Сейчас там в итоге будет их трое. Двое бронированный, один не бронированный. Они-то опять пса поднимать. Себя лечить тоже. Потому что нам здесь нужно быть очень крепкими на самом деле. Да, еще один сейчас встанет. Вот этим игра и хороша, и плоха одновременно. Плохой момент, потому что это очень напрягает и вообще эта дичь дикая в плане того, что вот они там друг друга жрут и почти моментально встают. И это как-то напрягает очень сильно. Хороший момент – это то, что в принципе так игра становится сложнее. ну и по факту ну по факту да добавляет сложности и немножко тактических решений по ходу боя. Ну песик стал. Неужели? Теперь мы будем играть псом тактику откусил убежал. Хотя зря я так сделал. Я мог вот так просто паузу нажать пропуск кода этим подбежать сюда ударить. Да, этот пускай там разбирается с остальными товарищами. Такой помощник из ниоткуда. нам показывает что два военных ходят а один военный это вот этот а второй военный это вот этот значит лучше собаку убрать чуть-чуть подальше чтобы чтобы ее не били. ой там еще краулинг е-мое а уронили гранту уронили тому военному я так понимаю патроны все никак не заканчиваются чувствуют себя великолепно нам бы уже с пострелушек от пострелушек бы отказаться потому что шуметь вредно для здоровья но он продолжает это делать и двигаться куда-то ближе к краю карты я не знаю будем потихоньку посматривать в ту сторону как он справляется с зомбиками но и одновременно справляться и со своими зомбиками которые здесь у нас в общем смотреть на два фронта нет слишком сильно он шумит я думаю у него скоро кончатся патроны его в конце концов уронят и сожрут у нас это пока не беспокоит мы пожалуй постоим здесь на месте а потом уже убьем вот эту всю араву которая здесь шумными своими стрельбами эти люди создали ну ладно не только не только они но и мы в итоге пока все равно стоим ждем сейчас его должны сожрать за 1-2 хода ну ладно наверное соврал за 2-3 хода опять-таки зависит от удачи конечно его пока ему не очень везет а помогать я ему не собираюсь поэтому я просто наблюдаю дальше хорошо Бедный военный, вот честное слово Я бы уже давно убежал на край карты И все И на этом бы все закончилось Но нет, он упорно пытается Бесконечные орды мертвецов Ну реально бесконечные Посмотрите, они все прибывают и прибывают Через вот эту щель Здесь же больше Ну разве что вот отсюда еще зомби могут вылезти Они же каким-то образом вот Вот это все по-моему обходили И сзади как-то вылазили Или мне показалось Нет, наверное все-таки показалось Да, вон он уже зараженный Короче, сейчас меня выкинет скорее всего С боя Сейчас его докушают Он уже зараженный Да, меня сейчас должно по идее Из боя выкинуть Или они все-таки побегут ко мне Вопрос Такие сомневающиеся зомби То ко мне идут, то от меня идут Смотрят на все четыре стороны Не понимают вообще, что происходит Да, видимо из боя меня все-таки Наверное не выкинет Поэтому будем потихоньку к ней подбираться Тоже Займем тоже хорошие выгодные позиции Для боя И будем для всего готовы Ко всему точнее Ждет нас еще пять зомби Как минимум Это только те, которые мы видим Возможно здесь есть еще Какие-то на краю карты Которые до нас просто не дошли Типа недостаточно шумели Или там еще Какое-нибудь условие Не выполнили Для этого всего дела Гранта в режим Фортифай Впихнули Сейчас посмотрим Насколько Улучшивалась его защита И в каком аспекте Вообще это Дает Так Контратака Вижу хорошая Контратаку одобряю Катана я бью Тоже дай боже Еще укрепляемся Мне понравилось Там по-моему Походу повышается Шанс контратаки Сейчас мы это узнаем Нет Контратака сейчас Не произошла Бронированный бойцов Бронированный бойцов Конечно Очень тяжело бить И протыкать И слэшить И все-все-все с ними Делать такое Просто в обычном бронежилете Этот парень Видим еще Двух Зомбей Которые вдали Собака Скулит сюда Значит Есть так же Вероятность Что сзади меня Товарищи Мертвые Вот прямо Вот Вот он Прям вот он Я его Надеюсь Сейчас Срублю Ага Даже не один Прикольно Двое там Возможно Еще где-нибудь Здесь Неупокоенные Товарищи Нас ждут Они скорее всего Здесь где-нибудь Проходили Вон еще Вижу одного Обычно Наверное Так и есть То есть Они спавнятся Получается Здесь они Спавнились В этой части Карты И шли Потом Вот так Через Эту больницу Или поликлинику Как ее А вторая часть Спавнилась Где-то Вот здесь И вот здесь И вот здесь Потому что Рядом с забором Они по-моему Спавниться Не могут Мертвяки Поэтому Можно хоть Немножко Просчитывать Примерный Маршрут Примерный Примерный Шаг Который Они делают Чтоб не быть Застегнутым Врасплох Естественно Вот это Последняя двойка Должна По идее Остаться Ну Всякое Может быть Эти Лента Лента Мне показывает Что их Трое Возможно Он где-то Вот здесь И я его Не вижу Надо будет Обязательно Это дело Исследовать Расследовать Так Одного Сбрили Отбегаем Чтобы Вот этим Нашим Товарищам Тоже место Досталось Для битвы Да Вот Последний Товарищ Нас ждет Пускай Сам Нас Увидит Подходит К нам Будем Его Встречать Так По факту Здесь Закончили Надо Только Вот Нам Грамотно Залутаться Посмотреть Еще раз Что у нас Там Вообще По Багажнику Да Полностью Забитый Потом Полностью Забитый Я Они Та И Грант Еще В принципе Могут Сколько То Понести Ну Не думаю Что Здесь Этого Хватит Но Будем Стараться Конечно Естественно Будем Брать Только Самое Нужное Плутаем Сейчас Все Доступные Здесь Тела На Карте Для Начала Потому Что Нам Нужно Будет Определяться С В общем Определяться Нам Надо Будет Дробовик Не берем Потому Что Уже Понятное Дело Который Раз Я Говорю Такие Вещи Что Достаточно Уже Таких Дробовиков Нам Нам Это Больше Не Интересно Как бы Все Как бы Действительно Упирается В патроны То есть Патронов Можно конечно Разделить На Группу Но Хватать Будет Все равно Не всем Так что Смысл 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 В этом Я не Вижу Что Мы Будем Много Таких Оружий Таскать С собой С С малым Количеством Патронов Как бы Повторюсь Это Не Имеет Смысла Особо Здесь Разобрались Давай Сюда Хорошие Перчатки Видим Такие Перчатки Всем Надо Тактический Бронежилет Еще Пульки Медик Ну Здесь Нам Только Каска Кстати У нее Фул Фул Заряженный Пистолет Пулемет Правда Девятимиллиметровый Но Как бы Есть Куда Это Все Применять Можно Раздать Девятимиллиметровки Нашим Товарищам Тоже Так Вот Они Хорошие Хорошие Ноги Нам Попались Еще Одна Касочка Касочками Надо Снабдить Всех Как бы Реально Девятимиллиметровки Девятимиллиметровки Угу Вот так могу Вот тут мне только Нужен только разы Пульки И все Больше Ты мне не нужен Здесь тоже Разобрались Все Осталось только Залутать Помещение Внутреннее Аккуратненько Пройдемся Собаке Еще 100 Веса В принципе Если что-то Прямо Совсем Критичное Будет Отсюда Можно Часть вещей Выкинуть Которые Там набрал Допустим Бинты Или вот Аптечки Которые Вот сейчас Набираю Как бы По факту Они В убежище Уже не нужны Но так бы Как бы Почему бы И не набрать Да Но опять Таки Повторюсь Если что Обязательно Мы это все Скинем Лишнее Очень много Носителей Информации На самом деле То есть Уф Сколько Тут всего Двери Заперты В наличии Тоже Вижу Походу Да Придется Немножко Облегчаться Что-то Убирать Ну вот Здесь В принципе Нам Ничего Не нужно Здесь Антибиотики Нужны Еда Тоже Надо Носитель Информации Так Так Вот эти Помещения Мне интересуют Еще Здесь я был А вот в этом Не было Помещения Да Туалет Был Вот сюда Ну-ка Зайдем Снотворное Это Деду Надо Так Запертые Двери Раз Два Три Говорят У нас Появились Отмычки Ну только Нам дать Их Забыли Да Окей Пока Так Подолбимся Так Предметы Роскоши Снотворное Травка Бинты Ну нормально Нормально Если что Я еще Потом Доберу Конечно Пока Хватает Всего Пока Все Действительно Хватает В принципе Псом Можно Уже Набирать Все Подряд Думаю Потяну Так Тут Последнее Осталось И У нас Там Еще Почти 40 Веса Лишнего Можно Взять Вот Этот Медицинский Шкафчик Нужно Залутать Будет Раз Во Вторых По Моему Здесь Мы Что-то Не Брали Еще Вот В Эти Шкафах Где-то Мы Точно Что-то Не Брали Каком-то Из Шкафов Вот Здесь И Вот Здесь Наверное Так Ну ладно Фактически Мы тут Фуловые Можем В принципе Отсюда Уже Уходить Потихоньку О Пульки В общем Справились Мы Здесь Все Это Дело Залутали Вот Это Меня Должно Было Наверное Насторожить То Что Здесь Вот Эти Военные Внедорожники И Поэтому Можно Предположить Что Здесь Присутствует Вот Эта Вот Армия Которая Будет Нас Напрягать Так Время Два Часа Да Доедем До Убежища И У нас Еще Время Останется Что Нибудь Посетить Ну Насчет Далекого Наверное Не уверен Но На Юго-Запад Я бы Наверное Скатался Топливо 15,5 Галлона Нашли Приятно Приятно Можно Даже Ее Сейчас Дозаправить Чуть 64 Галлона Вполне Себе Хорошая Цифра Можно Сейчас Сделать Тракировку В плане Того Что Вот Есть У нас Побитые Персонажи Да А Мы Возьмем Оставим В Убежище И Возьмем Свежих Из Тех Ребят Которые Уже Наработались Или Сделали Какую-то Фигню Типа Не знаю Ой Оружие Какое-нибудь Делали Или Какое-нибудь Улучшение Или Просто Шароебились Тогда Можно Вполне Их Использовать Своих Персонажей Оставить И Там Не знаю На лечение Или еще На что-нибудь Так Гранту Каску Дадим Заслужил Грант Каску Саре Каску Агрокаску Я бы Дал А вот Она У меня Наверное В рюкзаке Еще Какое-то Количество Касок В наличии Так Не вижу Еще Еще Улучшенных Ног Не только Тактически На рукавнике Да В наличии Кстати Надо менять Полицейскую броню На тактические бронежилеты Потому что Они лучше Как бы Если есть Тактический бронежилет То Извините По весу Оно одно и то же Но По характеристикам Оно Довольно-таки Отличается Комплект Брони Спецназа Конечно Шняга Тающего Комплект Полицейской брони На втором месте На первом месте Уже Улучшенный Тактический бронежилет Это видимо Совместили Комплект Бронеспецназа И Тактический бронежилет Вот в принципе Даже видно То что Как будто Рукава Вот от тактического А Все остальное устройство Как будто Такое Темненькое От бронеспецназа Касок Больше не вижу Наверное Оно в В багажнике Частично Да Мне нужно будет Еще угулиться Чуть-чуть То есть Только веса Не наберу Еще один Улучшенный Тактический бронежилет Можно взять Как раз Гранатки Всякие Минки С прошлой Локации Остались Надо будет Раздать Обязательно Смотреть У кого Полицейская Броня Уже мало У кого Полицейская Броня На самом деле Почти у всех Тактический Бронежилет Я вижу Сера Чарльзона Не будем Раздевать Пускай Он в своих Латах Остается Наверное Хотя Возможно Возможно Настанет Тот день Когда он Будет бегать Как все Ребята Нормальные Броня Появились Появились Хорошие Перчатки Надо Раздать Обязательно И Щиты Поменять У людей На Более Хороший Это Это Там Касается Ну Не Дэвиса Наверное Как бы Такой Персонаж Вот Вику Как раз Можно Было Быть Вот Эту Супер Биту Или Тофу Я Я Бо Ему Наверное Все Таки Тофу Дал Б Хотя Кстати Она По Характеристикам Послабее Чем Алюминиевая Бита То Есть Она Бьет 22 26 Там 24 32 Но Здесь Дизи 35 Здесь 30 Там Нокдаун А нет Кнопбэк Это Отброс На клеточку А здесь Контратака Зато есть Контратака Конечно Иногда В некоторых Случаях Решает Против Зомби Будет Идеально Они По 2 Атаки Делают Поэтому Будут Огребать В любом Случае Ладно Ставим Вику Эту Фигню И Дадим Значит У нас Бейсбольная Бита Еще есть Классная Ее нужно Тоже Классному Персонажу Дать Который С ней Совладает Вот Например Приссыли Будем Надеяться Что у нее Стрэнш Реквайт 4 А не 3 Характеристики Она там Немножко Себе Свои Повысила И Поэтому Совладает С данным Айтеном Да Так Здесь Разобрались Здесь У нас В инвентаре Пусто Можно Назначать Других Персонажей Для Задания Агра У нас Без Работы Для Начала Отправим Своих Людей На Лечение Особенно Собачку Что-то Она вообще Тоскливо Просто Выглядит Пол Пол У нас Без Работы Его В принципе Можно В группу Взять Присыл Отдыхает Тоже В группу Возьмем Трой У нас Уже Вылечился Походу Кто Еще В группе Был Грант Гранта Тоже Отправим Лечиться В общем Новый состав У нас Сразу Появился Неожиданно А вон Рене Возьмем Вообще Без проблем На Другие Работы Сейчас Назначим Кто У нас Без Работы Так Милион Милион У нас Химик Хороший Ну-ка Давай На химич Там Еще Антибиотиков Джоэл Караул Джиллиан Рокки Самооборона Давай Дэвис Ну давай Еще один Пистолет С глушителем Нам уйти Крейг Помогать Агра Слесарь На На Снайперку Давай Конечно Понимаешь Что там У нас По-моему И снайперок Уже По-моему Две Или Три Штуки Но Надо Чем-то Людей Занять Не Всегда Им Отдыхать Итак На юго-запад Пойдем Там-то мы Клинику Залутали Насколько Нам Необходимо И нужно Также Едем На машине На машине Теперь кататься Относительно Выгодно А едем На эту свалку Короче Или не на свалку Свалка 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 Наверное На свалку Ну Неплохая серия В принципе Вышла Вот Думаю Мои ребята Доживут До этого Сотого дня Но Облутать Все Локации Я думаю Нам даже По силам Если мы будем Лутать Так по 3 По 4 Локации За сутки Вообще Никаких проблем